Здравствуйте! В эфире программа интервью дня. На этой неделе жители краевой столицы отпразднуют 290-летний юбилей любимого города. О том, какие мероприятия запланированы и как будет проходить празднование. Об этом мы сегодня поговорим с Валерием Надичем Поршковым, председателем комитета по культуре города Барнаула. Здравствуйте! Добрый день! Спасибо, что нашли время прийти к нам в студию. Расскажите, пожалуйста, вот с одной стороны, да, 290 лет Барнаулу, значимый юбилей, большая дата, все всегда с нетерпением ждут дня города. С другой стороны, особая эпидемиологическая обстановка, да, как будут проходить мероприятия в этом году, какая программа вообще выстроена, что можно и нельзя делать в рамках текущей ситуации. Да, вы правы. По поручению главы города нами в свое время была подготовлена программа, полная программа, масштабные мероприятия, которые бы действительно украсили бы юбилейные празднования дня города. Но, к сожалению, вот эпидемиологическая обстановка и ситуация, которая складывалась в городе Барнауле, нас заставляла отказываться от каких-то масштабных таких, ну, от таких, как фестиваль духовых оркестров, например, рок-фестивали, приглашения звезд, московских наших звезд, эстрады. Но, тем не менее, мы все равно приняли решение, что день города его нужно отметить. Это все-таки день рождения, никуда от этого не денешься. И исправим его в такой тихой тихой семейной обстановке. Мы приняли решение, что все праздничные мероприятия будут проходить на площадках, которые, в принципе, уже разрешены у нас с санэпидзором. Это уличные парковые зоны. Парки у нас работают, в парках это будет делать. Конечно, здесь не стоит забывать, и здесь уже и барнаульцы, я думаю, что уже учить только, наверное, портить в плане защиты от эпидемии, от вируса. Здесь, конечно, и соблюдение масочного режима, индивидуальных каких-то средств защиты. Здесь, конечно, все это остается в силе. И моя просьба, чтобы не омрачать как-то свое настроение, праздник, здоровье. Посмотреть все-таки и по состоянию здоровья, стоит ли на эти площадки выходить. И в то же время те площадки, которые будут использованы под наши мероприятия, они позволяют и соблюдать и дистанцию социальную. Ну и самое главное, конечно, масочный режим индивидуальный, разовые перчатки. Со стороны властей города здесь будет сделано все необходимое. Мы и волонтеров будем в местах массового скопления людей выставлять, которые, если забыли маски, будут масочки выдавать, дезинфицировать будут. В то же время мы перед днем города произведем дезинфекцию всех этих мест массового пребывания. То есть, мы дезинфицируем, мы проведем санитарную обработку их. Ну, а здесь уже дальнейшее, конечно, это уже будет лежать ответственность на каждом. То есть, защита здесь уже каждого будет индивидуальной. Итак, мы переходим от больших каких-то, от какой-то большой общегородской площадки больше к району, наверное, площадке, где будут проводиться мероприятия. Где они будут находиться, эти площадки? Это будет на площадках индустриального района. Это парки «Солнечный ветер» в Октябрьске. Это парк «Лесная сказка», зоопарк в индустриальном районе. Это в центральном районе Молотобольска, парк «Центральная набережная». Это в Ленинском районе, здесь площадь «Народная» и парк «Целинников». Вот такие. Здесь, конечно, мы упор сделаем больше на выставочные дела, на выставки ремесел, на выставки цветов. На Сахарова также, железнодорожный район, также будет площадка работы, тоже будут в основном выставки и какие-то мастер-классы проходить. Естественно, здесь уже по требованию Роспотребнадзора, все те, кто проводит, они, конечно, будут соблюдать обработку и индивидуальные средства защиты иметь. То есть, по максимуму мы постараемся в этом плане соблюсти все меры безопасности. Сколько всего площадок будет работать в день города в краевой столице? Ну, порядка 15 площадок, имеется в виду таких крупных. Ну, одна из площадок, в принципе, уже праздничные мероприятия начались. Мы потихоньку эту программу начинаем выполнять. Вот 18 числа мы, например, на правом берегу Аби у нас будет работать такой мини-парк «Патриот», где пришедшие туда могут посмотреть показательные выступления бронетанковой техники, вот наша база резервов танков, выступления МЧС. 18 числа во сколько и где еще раз? В 13.00 на правом берегу Аби, это вот где торговый центр Леруа Мерлен, там есть такая площадка очень природная, на которой удобно будет этой технике показывать свои возможности. Вот здесь интересно будет, я думаю, посмотреть молодежи, посмотреть тем, кто служил даже, вот эти возможности наших, и не только, я говорю, танкистов, но и возможности Министерства по чрезвычайной ситуации. Это вот такая совместная будет программа, очень интересная. Ну, и, конечно, я хотел бы анонсировать то, что мы, та полуторагодовая работа, которая велась у нас с Министерством обороны Российской Федерации, она вот получит свой такой хороший продукт. Это выступление у нас авиационной группы высшего пилотажа «Стрижи». Мы планируем прилет их 16-го, поэтому я хотел бы жителей города Барнаула предупредить, чтобы не панировали, не пугались. Мы ожидаем 7 единиц МиГ-29, которые, конечно, свое присутствие в Барнауле уже обозначат, пролетев над городом, вот, 18-го числа, кто не будет иметь возможности посмотреть их в субботу, могут где-то в районе 15.00 на речном вокзале посмотреть их тренировочные полеты. Ну, а так планируем, что 19-го числа в 17.00 на докватории реки Опь пройдут показательные выступления. Мы пошли на это, потому что площадка для просмотра вот этого авиашоу, она очень в Барнауле удобна, и по заключению экспертов, самих вот руководителя полетов, организатора этих полетов, они говорят, что в Барнауле она не имеет аналогов в мире, не то что в России. Потому что очень удобно, безопасно, безопасно в плане того, что нету жилого массива большого. Говорит, во многих городах приходится вообще над жилым кварталами. И очень хорошая площадка обзора, то есть это Нагорный парк, это наши с вами террасы, это набережная, где точки обзора могут быть от слияния реки от устья Барнаулки и до, наверное, телецентра можно растягиваться, смотреть. Позвольте еще раз утащим, да, лучшая пилотажная группа страны, да и вообще всего мира, стрижи прилетают в Барнаул 16-го числа, и мы сможем уже их увидеть, как они пролетают над нашими домами. Совершенно верно. 18-го числа в 3 часа дня у них будет тренировочный полет в районе Речного вокзала на акватории реки Аби. Ну и главный день празднования 290-летия Барнаула, 19-го числа в 5 часов вечера показательные выступления. Но стрижи уже к нам прилетали даже, по-моему, лет 5 назад, если не ошибаюсь, да? Да, 5 лет назад именно. 5 лет назад они прилетали. Они прилетают сейчас с новой программой о своей... Конечно, я вам говорю, что вот такого пилотажа в «семерке», вот они 7, они уже на 9 там замахнулись, самолетов такого нет. Они первые попробовали на всемирных военных играх, на международных этих военных играх, и, конечно, новое. Ну, конечно, здесь надо сказать, что они выполняют... Там есть группа и асов, те, которые пилотаж, но есть и группа только молодых летчиков. И то, что выступления в городе Барнауле – это часть очень большой... Подготовки. Подготовки плана, работы стрижей от Министерства обороны. Поэтому, в принципе, большая часть, практически все расходы, они ложатся на Министерство обороны в рамках вот этой подготовки учебы. Я уж не буду раскрывать тут... Финансовую для составляющих. Не, не финансовую. Даже вот то, что в плане финансовое, мы сегодня даже не сможем, потому что в Барнауле лежат представительские расходы. То есть, мы питание, проживание. Главный вопрос. Будет ли салют, где и когда? Значит, салют у нас запланирован. Один у нас очень хороший в этом плане появился партнер, спонсор. Он полностью этот салют оплачивает. Где и когда? Значит, он будет также в акватории реки Опи. То есть, на речном вокзале 19... Нет, не на речном. Набережная. Можно отовсюду, хоть с речного вокзала, хоть с набережной. Он будет ближе к правому берегу реки Оби. А 19 числа во сколько началось? В 21.00. В 21.00. Ну что ж, спасибо большое, что пришли к нам в студию и ответили на наши вопросы. И вам спасибо, что пригласили. На этом наша программа подошла к концу. Смотрите телеканал Катунь24. И всего вам доброго.